Диффузия Как известно, повторение – это мать учения. Мы вспоминали сегодня уже о процессе диффузии. Давайте вспомним, что такое диффузия, еще раз. Диффузия – это явление взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого вещества. Диффузия может протекать в различных веществах – в твердых телах, в жидких и в газообразных. Разговор о диффузии поможет нам еще раз пролюстрировать одну важную духовную истину – истину о состоянии человеческой души. Для этого опыта нам понадобятся две банки с водой, одна – с холодной водой, комнатной температуры, вторая – с горячей водой, почти кипятком, но чуть-чуть холоднее для того, чтобы не треснула банка. Возьмем кофе и насыплем чайную ложку кофе в банку с горячей водой. Что мы видим? Начался процесс диффузии. Кофе достаточно быстро растворяется в банке с горячей водой и изменяет ее цвет. Надо сказать, что когда люди слышат Евангелие, весть о Божьей любви и о Божьей святости, поскольку Евангелие говорит о том, что для спасения грешников от погибели Бог отдал самое дорогое, что у Него было – своего единственного Сына. Так вот, когда люди слышат Евангелие, они воспринимают его по-разному. И причина этого кроется в том, чем наполнено сердце человека, в каком оно находится состоянии. Если сердце человека горячо, это значит, что оно наполнено жаждой по Богу, стремлением понять Бога и исполнить его замысел, то Евангелие, попадая в такое сердце, достаточно быстро растворяется в нем. И хотя эта перемена, растворение Евангелия в сердце человека происходит внутри, процесс растворения становится заметным и для наблюдателей, которые находятся вокруг такого человека. Иначе дела обстоят, когда Евангелие попадает в холодное сердце. Это можно сравнить с тем, как ведет себя кофе, попав в холодную воду. Мы видим, что процесс растворения практически не идет. И вода остается такой же прозрачной, как и прежде. Холодное сердце – это сердце равнодушное, безразличное, сердце, отравленное обидой или ненавистью. И даже когда Евангелие попадает в это сердце, оно может ограничиться лишь тем, чтобы носить в себе большие или маленькие, но всего лишь религиозные знания. Знания, которые так и не преобразили жизнь человека. Субтитры создавал DimaTorzok